Мы, конечно, стараемся выбирать максимально короткие фильмы, но чтобы они были значимыми, чтобы они художественно были качественными и значимыми. Поэтому, в принципе, школьный киноклуб спокойно можно одно заседание уложить в час. И вот сериал «Чужие в Америке», вот вы все запишите, там все серии 20 минут, и каждая серия поднимает отдельную социальную проблему. Может быть, вам Оксана рассказывала про него, он очень такой удачный в плане того, что он 17 серий, 17 разных проблем, в принципе, и 20 минут. И там именно такие проблемы стандартные, которые возникают в школах, в быту, в семье, вот то, что близко школьников, правда, с американским акцентом, но работать можно с ним. Дальше, принцип проживания, это максимально мы подбираем методику так, чтобы все-таки ребята приближались к той проблеме, которую они увидели в мире. И принцип доступности и открытости, имеется в виду, что мы максимально пытались подобрать комфортное время, поэтому у нас по вечерам это проходило. Мы не запрещали никому, к нам приходили местные сумасшедшие из города, ну, пожалуйста, главное, чтобы не пьяные, ну, в адекватном состоянии. А так, кто у нас только любил, мы с разными целями, в том числе и в последнее время, когда мы поняли, и фейсбэк нам ходило. Так что мы были открытыми. Что касается методических задач, что важно здесь, это определить тематику и подбор фильмов. Здесь, это уже ваша идея, вот я буду вам рассказывать о форматах, вы в зависимости от формата или в зависимости от цели, если вы хотите такой киновенческий сделать, то вы можете взять себе за центральную концепцию истории кино. И вы можете тогда фильмы подбирать, исходя из хронологии, исходя из географии или исходя из режиссёровки. Можно так идти. То есть, или вы хотите, мы делали несколько лет, у нас кинокурт функционировал по блокам. Мы брали, например, тематический блок «Права человека и тоталитаризм». Да, вот тоталитарный режим. И вот, начиная с фильма замечательного «Убить дракона» и потом другие фильмы, мы показывали тоталитарный режим с разных точек зрения. И в том числе и документальные фильмы там показывали о терроризме, что на самом деле терроризм возникает тоже чаще всего именно в тоталитарных режимах. То есть, мы взяли такой блок, мы целосеместр его вели, то есть, мы почти 4 месяца над ним работали. Мы посмотрели около 8 фильмов разных режиссёров и документальные, и игровые на тему тоталитарных режимов. Как старых, ну, гитлеров, так и современных режимов, да, которые, например, мы рассматривали проблемы Северного Кавказа и другие. То есть, вот мы подобрали так тематику. Потом мы брали отдельно, допустим, тему свободы. И вот мы рассматривали свободу как творческого человека, свобода выбора и так далее. То есть, можно идти такими тематическими блоками. Здесь просто вы уже, как вам чувствуется, это вам больше нравится. Ну, естественно, учёт целевой аудитории. Если вы работаете в школе, у вас, конечно, есть такой важный, важный, ну, можно сказать, ограничитель в чём-то по целевой аудитории, это возраст. Вы не все фильмы сможете, конечно, показывать. Потому что есть масса сильнейших фильмов, но они, конечно, запрещены до 16 лет. Поэтому здесь обязательно обращайте внимание на маркировку, ну, чтобы вы не попали в какую-то неприятную историю, чтобы вы показали фильм, который запрещено показать. Вот, поэтому просто от фильма до 16 лет, но, в принципе, их сейчас очень много. И очень много режиссёров начали работать на эту тему, потому что, действительно, многие режиссёры, вот, они снимают важный фильм, но детям их показать нельзя. То есть, вот этот фильм «Класс», который, по-моему, в Эстонии, Министерство образования, они решили, чтобы этот фильм вообще сделать обязательным, просмотром школы. Но, в целом, этот фильм имеет ограничения до 16 лет, потому что там есть сцены жестокости и насилия. Но фильм классный, но он сумасшедший, тяжёлый класс. Это эстонский режиссёр, по-моему, если не ошибаюсь. Это называется «Класс». «Класс», да. «Класс» — это как раз-таки проблемы, так называемого зла отпущения в школе. Он тяжёлый, очень, он больше для родителей и для учителей. Но он в русском тоже есть. Да, он на русском тоже есть. Он переведён на многие языки, потому что фильм был в своё деле. «Класс». 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 Ну да, кстати, да, в принципе, вот, как чучело, только вот, так сказать, эстонский вариант. Вот. Здесь, конечно, надо обязательно учитывать целевую аудиторию. Кто к вам приходит. Может быть, к вам поможет, вы если будете создавать, допустим, кинокуб по принципу тех ребят, которые хотят снимать своё кино, да, то у вас будет все-таки специфика для тех, которые хотят что-то делать свое. Если у вас будет специфика, что вы такой некий киноклуб социальных проблем создаете, и к вам потенциально находите ребята, которые интересуются психологией, социологией, то у вас своя будет специфика аудитории. Если, конечно, аудитория разношерстная, то и фильмы можно подбирать более универсальные, не специфические. Здесь надо толкаться, конечно, от той истории, которая будет у вас. Работа с базовой информацией. Мы старались так, чтобы каждый киноклуб, в том числе, мы прорабатывали какие-то важные тезисы. Например, если мы работали по правам человека, то, допустим, на каком-то киноклубе мы рассматривали, что такое свобода слова с точки зрения международного права, с точки зрения, как это дружно у нас в Ганадайске, что значит свобода слова. Это не значит, что я могу говорить все, что думаю, да? Я это могу говорить только долго, да? Но если я, допустим, выхожу на публику, это не значит, что у меня забрали свободу слова. Я могу точно так же говорить, критиковать власть, но есть маленькие там ограничения. Если я не призываю к насилию, если я не оскорбляю другого, то мы пытались какие-то базовые вещи давать. Если мы там говорили о каких-то фамилиях, допустим, есть известный Хельсинский фонд и правозащитник Марок Новинский, то мы работали, что это за человек, какая его биография, чем он известен, чем он помог Польше. Если мы говорили о движении «Солидарность», то мы объясняли, что такое движение «Солидарность», история, как она называлась, как она. То есть мы так кратенько пытались какие-то отдельные фрагменты по базовой информации выбирать. И эффективные технологии обучения. Здесь масса инстриумов, но мы остановились на технологиях критического мышления. За основу мы взяли их. Во многом мы их адаптировали, во многом что-то уже появилось свое. Конечно, больше всего технологии критического мышления, они описаны у американских авторов, потому что у них очень давно используют в Штатах критическое мышление и вообще медиаобразование, в том числе в Германии, по-моему, медиаобразование, если я не ошибаюсь, вообще с первого класса обязательно требует. И в том числе оно базируется на критическом мышлении. Уметь выделять факты, уметь выделять интерпретации, как ставить барьеры, если идет пропаганда. Вот то, что сейчас, допустим, для Украины безумно актуально в условиях коррупционной войны. Это очень важно, владеть не какими-то навыками критического мышления. Занятие по критическому мышлению, оно строится всегда из трех фаз. Актуализация, построение знаний и консолидация. Ну, актуализация, это вот мотивация, то есть как-то заинтересовать той темой, которая будет. Дальше построение знаний, туда и входят как раз-таки просмотр фильма, работа с базовой информацией. И консолидация. Консолидация у нас в основном происходила путем дискуссионных методов. То есть после фильма мы запускали обсуждение и дискуссию. Мы в основном базировались на дискуссионных методах, которые мы называли именно дискуссионные группы. Или можно взять более простую схему, возможно, вы с ней работали уже, это по Федорову, да, это российский коллега. У него есть тоже простая схема, как работать вообще судьбу фильма. Вступительное слово, здесь можно сказать о фильме, о режиссере, откуда идея этого фильма. Может быть, за основу взять реальный сюжет, важно об этом сказать. Дальше коллективное чтение для дискуссора, и уже обсуждение подведения итогов. То есть можно брать ту или другую схему и работать прям. Ну, как я говорила, мы выбрали критическое мышление, поэтому, чтобы долго не расковаривать, когда я вам просто на партии покажу. Я не знаю, все ли видели фильм «Железная леди», он не так давно вышел, поэтому многие успели его увидеть. Видели его, да? Если даже кто-то не видел этот фильм, ничего страшного, вы прекрасно знаете, что он об известном деятеле, да, Маргар Тэйча, да, и история ее, в принципе, вам всем знакома, даже если вы не видели фильм. Вы видите абсолютно четыре разных постера к одному и тому же фильму. Фильм называется «Железная леди», фильм об истории жизни Маргар Тэйча. Но они все почему-то разные, так? Один вариант, другой. Посмотрите вот на эти постеры, вспомните то, что вы знаете о Маргар Тэйча, или вспомните фильм, если вы его смотрели. И попробуйте определить. Ну, в принципе, мы могли бы с вами встать, если хотите, если нет, можем остаться сидим, если вам было ноги. Поставлены цифры, попробуйте подумать, какой из этих постеров, на ваш взгляд, больше всего отражает содержание либо жизни Маргар Тэйча, либо того фильма, который вы видели, «Железная леди». Какой вам из этих четырех постеров кажется наиболее подходящим, который лучше всего характеризует вообще значение и судьбу Маргар Тэйча? Есть те, кто выбрали первый постер? Да, выбрали. Пожалуйста, почему? Почему вам кажется, что именно первый постер... Ну, просто я знаю судьбу Маргар Тэйча, и она не была настолько легкой и, наверное, не была настолько прозрачной, чтобы можно было показать всю Маргар Тэйча. Именно вот скрытая часть какая-то, какие-то разрывы, наверное, характеризует именно ее сознание и ее деятельность. Потому что она сама не была, я не скажу, политиком, а у нас скорее была женщина, которая вошла в политику. И вот есть разрыв определенный, плюс семейные проблемы, плюс проблемы с ее детьми и так дальше, и так дальше. Чем много осталось таких тайнеров, которые мы не знаем. Да, то есть вот именно, которые ее не видят. Ну и плюс взгляд. То есть вот взгляд человека, который идет твердо к своей цели и знает, что он... К чему стремится. Да, к чему стремится и за что он борется. Те, кто выбрали тоже этот постер, есть что-то, что добавить? Из-за того, что ты сказал, что... Ну да, пожалуйста. Ну, может быть, это... Какая-то, как бы, мы сутырили. Вот истинная пентанка. Истинная пентанка. Вот это все. Суть. Оба нужны компетенции. Ну все, самое-самое. Вот так. Того, как битбендов. Вот все. Ну, это перевернутая. Да, но тем не менее, да, у нас есть четкий акцент на англ. Что это не просто женщина, а женщина все-таки англ. История такой, не сгибаемой, сильной. Угу. Женеза. Тоже обратили на англ. Одна сгл. Хорошо. Есть те, кто выбрал другой постер с чемоданчиком? Угу. Пожалуйста. Почему вам кажется, что он отражает? Мне кажется, что это вообще самый сильный из всех четырех постеров представленных, которые больше всего показывают им на содержании фильма. То есть мы видим женскую сумочку на фоне мужских строгих деловых кейсов. Угу. То есть весь фильм, как и биография Тэтчера, это попытка доказать, что женщина может в политике решать не менее, чем мужчина. И если кто смотрел фильм, то, ну, основной месседж как раз в этом. Поэтому именно этот постер для меня открывает больше всего само содержание фильма. То, что в этот период эмансипации и борьба за равенство женщин до сих пор оставалось актуальной. И там действительно очень много акцента ставится в фильме на ее борьбу с мужчиной. Как она выступает там в парламенте, как она с ними вечно спорит. Там действительно постоянно есть акцент на вот эти женские детали. Там то бусы, то туфельки и на фоне строгих мужских костюмов, там, строгих мужских туфель и так далее. Причем не только мужчинами, коллегами, там и про личностные отношения. С мужем. Да, с мужем. И про отношения с людьми, с британцами, в изми и так далее. То есть здесь, на этом постере, очень четко видна другая тема. Тема гендера, женщины в политике, женщины в управленце, да, и вообще борьбы и движения за равенство, за эмансипацию и так далее. Хорошо, еще есть те, кому понравился этот постер и что-то хотели бы дополнить? Вы знаете, я не смотрела этот фильм, но только вот этот постер. Почему так вообще? Я не знаю, это вот внутреннее. И вот когда Пашу послушала, я поняла почему. То есть это было интуитивно. Я тоже не права этот постер, потому что диссернация класса с Галины, она подсознание. Он самый креативный, самый символичный, он действительно самый сильный. И про все они будут самые простые. В то время, что он самый простой. Прям меньше всего это так. А вот этот он, никогда не бежать в толпе. Это тоже какое, где-то так, да? Все очень просто, он, конечно, он цепляет. Конечно, он цепляет. Верно, конечно, он цепляет. И чувства, да? Когда чувства задеваются. Ты не можешь даже объяснить, почему. Да, он не потрогает, и не найдет. Тогда это самое сильное, это искусство. Это классно. То есть, он, конечно, железное, все равно ведет. Да, если он остается, все равно ведет. Спасибо, тоже интересно. Кто-то обратил внимание на этот постер? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ну, скажу. То есть, у меня был этот постер, почему-то сразу напомнил другой фильм Елизавета про Елизавета Татаруи. То есть, там, я опять-таки, могу сказать, как историк, что он никогда не стремилась в его... То есть, на правду, Елизавета не на земле было в третий сетх, но он говорит, что он стремился с такими отзывами с ней. И еще так же стало. То есть, это, опять-таки, образ. На мой взгляд, сделать классическую мантовую третчер, что это была в третий сетх. У него есть, например, одно прошение, но никогда не забывала, что он резит. То есть, это сказать, показало, подчеркивалось свои. То есть, опять-таки, она была не самая красивая женщина, а на самом деле принялась учить свою женственность. В данном случае и лепно связь, но тоже рейсы на Кни-Твайнах. То есть, в данном случае, видно, что человек стремился стать... Ну, опять-таки, она многих мужчин от Нейства правительства с правой позиции, то есть, она стремилась и, опять-таки, в этой ситуации стремилась с этой византики. Опять-таки, святak в декреску. В этом постере есть очень чёткий акцент на личность, саму личность и в том числе на женственность, потому что здесь мы видим уже подробности, мы видим макияж, мы видим её украшения, мы видим какие-то... В этом постере мы видим очень железовое, мы видим именно акцент на лезвие. У кого ещё есть мысли по этому учить? Здесь совсем другой приём, приём журнала Vogue, например, и так далее. Просто красивая женщина, красивый работа фотографа, всё качественно, всё чётко. Эти детали, даже морщинки, которые видно, они всё равно благородные, они всё равно красивые. И тут такой акцент, в том числе именно на визуальные вещи важно обращать внимание. И ещё один у нас есть пример постера, она четвёртый, совершенно в другом формате выполнена, абсолютно по-другому, совершенно другой образ тейчер. Пожалуйста. Ну, Маргарет Эйшель была лидером консервативной партии. Но кроме этого, кроме этой формальной оболочки, она была консерватором во всём. И не только в политике, но и в жизни, в том числе и в личной жизни, и в идеологии, и в поведении, и в по-моему ещё других вещах. Этот постер, как мне кажется, наибольше отражает консерватизм. То есть, он не яркий, он не пёстрый. Здесь нет никакой недосказанности, здесь нет никакой размытости, например, как на первом постере. Ничего, никакого такого современного искусства, никакого-то артхауза строго, взвешенно, умеренно, консервативно. И вот здесь много говорили, женщина, женщина, но она политик, она железная леди, и это прежде всего. Если бы она просто была, Маргарет Эйшель, женщина, кто бы о ней знал, кто бы о ней говорил. Это политик. Вы знаете, в связи с событиями в Украине я ещё чаще задумываюсь о значении личности в истории. И думаю, что если бы сегодня Маргарет Эйшель была руля в Великобритании, то, возможно, события бы сегодня разворачивались во всем войном. И там в фильме есть пример, когда она принимает решения о военных действиях. И как тяжело, но в то же время жёнко, консервативно и чётко она даёт приказ, что военным действиям выйдет. Как раз то, о чём вы говорите, что, возможно, геополитика бы поменялась. Пожалуйста. Ну, а я вот увидела здесь ложки, которые принесли. Где? Ну, где они с яростью такие геополитики? А, без золота, без золота, без золота. Да, мы запрашиваем эту подплакацию. Вы видите, она уже ушла за безопасность и проверка. Подписали, не было, видите, там дом, рожки, а вот там я не вижу. Видите, там написано «вязные свинии». Вот такой жаблон. Вязные свинии? Да, да, да. То есть, как бы, такой плакат относится с возгорблением. То есть это время, когда она ушла. То есть, её было время забвения, что уже и разочаровывали. Или в окладе может быть о противостоянии нескольких политических сил. Да? Консерваторам кто-то противостоит. И не все разделяют их политические взгляды. Да. Да, я напомню, какой-то вот сомковый плакат из зимы и в зиму, и в жиле не будет жить. Что-то есть, да? Тоже очень логично просто, но тем не менее, да? Даже цветовая гамма, посмотрите, примерно так. И революция. И революция. Да, все равно не партнер. Цветовая армия таржейского флага. Да. Мы с ней платили. То есть военная была тратить очень много все-таки политических аспектов. Согласитесь? И многие вещи, чтобы понять, например, надо знать вот такие консерваторы. Какой отношение имела Маргарет Тейчер консерватор? Что происходило в это время? Например, какой у них был конфликт с Шахтерами в этот период? Какое было экономическое состояние в Англии? И так далее, и так далее, и так далее. Ну, теперь... Если вы... Этот прокат показывает именно политическую борьбу. Донт, вот... Это зачеркивали консерваторы. Поэтому... Не голосуйте. Нет, посмотрите. Не голосуйте. Я покажу сейчас. Вот смотрите. Вот фопис, это были либералы. И Донт, не голосуйте. Вот эта часть. Эта часть... Вот это дописано консерваторами. А вот здесь, против консерваторов, дописано либералами. И таким образом, что мол, это разносили консерваторы. Таким образом, на плакате показана борьба либералов и консерваторов. То есть, именно чисто политическая... Это одна из верхних... Да. Ну и рожки, естественно, либералов. В любом случае, мы здесь можем поднимать тему политического противостояния. Так, смотрите. В итоге у нас с вами абсолютно четыре разных постера. Абсолютно все четыре на разные темы. Интересно ли вам было смотреть на детали и пытаться объяснить свою точку зрения с точки... Именно на плакате. Интересно ли будет вашим детям обращать внимание на детали? Более того, что вы можете еще подложить под такой метод работы? Когда им будет не хватать знаний, как, например, очень четко видно на этом политическом плакате. Им явно не хватит знаний. Вряд ли они так хорошо знают англии. И у вас есть возможность абсолютно с другой мотивацией заинтересовать их в том, чтобы знать, что уже было в этот период в англии. Дальше понятно, что с этими плакатами шикарно работают в плане деталей. Что такое детали? Что такое символы? Какие знаки? Третий методический момент очень важный. Обычно мы его проводим методом четыре угла. Просто вот вы так уже расслабились, сидите, не хочется вас поднимать. Жалко, вы целый день отработали. А так как, допустим, мы проводим это. Мы эти четыре плаката развешиваем по аудитории, так называемый метод четыре угла. В четырех разных точках развесили. И предлагаем, ребят, кому больше понравился этот плакат и почему, ну, после фильма имеется в виду, да? Займите, пожалуйста, свою позицию. Они расходятся, формируются небольшие группки. И дальше аргументируйте, почему вы выбрали этот плакат. Они начинают вспоминать фильм. Они начинают смотреть на детали. Они вместе обсуждают. В четвертых, они свою аргументацию продумывают. И таким образом у вас все участники начнут говорить. Очень часто у нас проблема, что кто-то не говорит. А это совершенно такая мягкая форма, ненавязчивая. Учитель не стоит. Скажи свою мысль. Скажи. Он сам тянется, да? В принципе, ему интересно обосновать еще этими деталями. Этот метод очень хорошо работает. Вы, в принципе, чаще всего в таким раскрученным фильмах всегда найдете разные постеры. Да. Если не находите постеры, как можно делать? Можно взять четыре точки зрения разных критиков. Есть рецензии на фильмы. Иногда бывают очень успешные рецензии в плане того, знаете, одно предложение. Хороший фильм, плохой фильм и так далее. Вот можно подобрать четыре разные точки зрения о фильме. И после просмотра фильма попробовать тоже выбрать ту цитату, которая больше соответствует им. Иногда наши дети, школьники, не всегда готовы начинать говорить. И когда их хватается за чью-то идею, им легче раскрутить свою мысль и уже начать более свободно говорить. Потому что если мы говорим о дискуссии, то нам важно, чтобы дискуссия все-таки шла именно в процессе разговора. Не то, что говорит только учитель, а все остальные молчат. И вот такие вот различные приемы. Метод четыре угла очень удобный. Это могут быть четыре картинки, это могут быть четыре героя. Бывают фильмы, где очень много героев. Какой из героев вам больше понравится? Или как вы думаете, какой из четырех героев наиболее значимый в этом фильме? Пожалуйста, займите позицию, скажите. Во-первых, они встали после фильма, походили, да, уже немножко мозги на место, может быть, встали, перестроились и готовых обсуждений. Что еще важно? Работая вот так с четырьмя постерами или с четырьмя цитатами, вы показываете, насколько многогранный фильм, насколько он сложный. И точно так же мы говорили о Маргарте Тейчер, насколько сложна личность. Что нельзя так судить, да, черное и белое. Что конформистский подход очень опасен, да, что есть очень много разных деталей. Вот как сейчас, да. Мы получили там одну новость, там, не знаю, например, про события на Востоке, и все, сделали однозначный вывод, что там такие и такие, все. И мы не воспринимаем никаких других, да, мнений. Очень важно, когда мы показываем четыре плаката, четыре точки зрения, мы показываем, что на любой факт есть как минимум несколько интерпретаций. И то, что вы где-то получаете, это еще не значит, что это истина в последней инстанции. Маргарет Тейчер, вот вам, четыре примера. Там, просто женщина, женщина в политике, грязные консерваторы и так далее, и так далее. Но это все, правда, будет очень человеком.